Музыка Этап подготовки уже закончен, то есть мы подготовились. Завтра мы вступаем в увеличение графика подачи воды. Начнем мы с 6 часов утра до 12 часов ночи по всему городу. Постепенно уже будем смотреть, как сети себя ведут. В ночное время будем давать остаточное давление в системе по городу, чтобы не было опустошения труб. И постепенно выходить уже на ночную подачу 100% тоже. Насколько оно будет необходимо, это уже будем оценивать. В режиме с 6 часов утра до 12 ночи это уже будет стабильно, так как мы и обещали. Отсутствие нормальной платежной дисциплины по населению, по юрлицам, по бюджетам. Как бы с юрлицами и с бюджетом вопросов не возникнет, там оплата 100%. А вот по физлицам в связи с тем, что возросли тарифы и на электродергию, и на газ, и у нас близится отопительный сезон. Насколько люди смогут платить за услугу, сколько будет у них оставаться денег, это уже будет, я думаю, решающим фактором, сможем ли мы свои обязательства перед энергетиками, перед поставщиками реагентов, коагулянтов исполнить. То есть все будет связано с этим. Тут вопрос будет одно, сможет ли водоканал финансово быть чистым перед своими обязательствами перед поставщиками. Опять же, это все будет в диалоге с городом. Если мы уже запустились на круглосуточное, будет резерв по бюджету, и будет желание власти поддержать социалку через дотацию водоканалу, однозначно будем делать. Нет, значит, будем уже исходить из тех сумм, которые у нас по факту будут. Но есть еще момент, что переход на более длительный график подачи воды, это две части. Это техническая сторона по насосному оборудованию, по резервуарам, и вторая сторона – это сети городские. То есть только после того, как мы увеличим график подачи воды, мы сможем понять, где у нас есть слабые места. Они вылезут наружу однозначно через некоторое время. Возникнет необходимость замены, реконструкции и всего остального. На сегодняшний день более 75% сетей в городе изношены на 100%. То есть они держатся, ну скажем так, на честном слове. И опять же город должен понимать, что водоканал десятилетиями не имел средств собственных для того, чтобы эти сети менять. И только бюджетными средствами, какими-то целевыми программами, день за днем, год за годом, планово вносить проекты по ремонту и реконструкции сетей и выходить, менять, менять, менять. Позиция водоканала, мы лично не уходим в выборы. То есть были предложения уходить в депутат от определенных политических сил. Мы отказались, мы выбрали позицию нейтральную. То есть мы работаем для города. Если будет техническая возможность у нас, как у предприятия, поверьте, я заинтересован в том, чтобы вода в городе была круглосуточная. Я такой же житель города, как и вы, наверное, и все остальные. То есть никто не лоббирует сейчас ничьих интересов. И если бы было лобби, мы бы это увидели, например, на последней сессии городского совета. То есть из 44 присутствующих депутатов, если не ошибаюсь, 42 проголосовало и поддержало водоканал. То есть все блоки понимают, что это вопрос больше не политический, а социального направления.